Начать, наверное, будет, как обычно, с того, что ради чего все это мы с вами сегодня делаем, для чего вы сегодня приехали и так далее. Встречаемся мы с вами для того, чтобы, наверное, обсудить некоторые вопросы, но прежде чем задать вопросы, потому что часто вопросы повторяются, и, конечно, каждый раз приходят новые люди, которые не слышали предыдущую встречу, поэтому некоторым, кто приходит не один раз и приходится слышать вопросы, похожие друг на друга, приходится слышать информацию, одну и ту же информацию порой несколько раз, но, по крайней мере, я стараюсь информацию излагать ту же самую с разных ракурсов, чтобы было больше, так сказать, грани понимания одного и того же объекта, потому что практика показала, что, могу сказать, по опыту своих студентов, которые у меня были, когда объясняют что-то, допустим, говоришь, обратите внимание на это, то-то, 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 не слушают, потом через некоторое время задают вопрос, объясняешь, они, о, теперь мы поняли, проникли, все, с восторгом, проходят некоторыми, тот же самый вопрос задают, только по другому углу, объясняют опять, они, вот, теперь мы наконец-то поняли, и так раз 20-30. Так что, в принципе, хотя некоторые вопросы повторяются, потому что некоторые присылают письма на, вот, вы говорите вопросы, которые неинтересны, и так далее, и так далее, и так далее, вот, почему не затратят другие вопросы, которые были бы интересны, ну, во-первых, несколько вопросов в момент существует. На встрече с читателем я стараюсь поднять и отвечать на вопросы, которые были бы интересны большинству людей, Никому, не конкретно какому-то человеку, которому хотелось бы уточнить какие-то нюансы, детали и так далее, что может быть очень важно и полезно, но это же не занятие, сюда приходят люди, каждый человек имеет право получить хотя бы общее представление, а не то, что интересует одного конкретного человека. Поэтому при ответе на вопросы стараюсь выбирать те вопросы, которые могут быть интересны большему числу людей, которые сидят сегодня в зале, в данном случае сегодня. Сейчас такое время, что во всем мире действительно возникла ситуация или, так сказать, паразиты, как я называю, социальные паразиты полностью возьмут контроль, хотя я сомневаюсь. Они уже давно контроль имеют, просто задача, знаете, о чем мечтали? Мировое правительство мечтало. Мечта. Мечта идиота, то есть мировое правительство. То есть, чтобы ввести в каждого человека чип, ну знаете, что такое чип? Микропроцессор. И чтобы, во-первых, знать, где он находится в любом моменте, естественно, через этот чип они планируют ввести голову, мозг. Естественно, не для того, чтобы просто координаты, чтобы можно было через этот микропроцессор управлять поведением человека. Вас такое будущее устраивает? Думаю, что нет. Вот это вот их мечта, идеал. Но сейчас такая пора, что думаю, что у них не только уж не получится добиться того, чтобы в каждую голову живущего Гоя поставить под чипу, но и следующее, что сейчас пришла пора, когда они начинают и будут дальше терять свое влияние, власть и контроль над планетой Земля. И вот думаю, что наша с вами задача сделать так, чтобы эту проблему можно быстрее, потому что времени особо нет, потому что даже агония эту систему может быть трагичной, потому что действия социальных паразитов, нельзя ожидать от них, скажем так, разумности. Знаете, как есть поговорка? Не руби сук, на котором сидишь, правильно? Потому что сам свалился. Так вот, в отношении социальных паразитов такая поговорка не работает, потому что у них даже нет самоскорения. Понимаете, вот они действуют, не думают, что если в случае гибели планеты, они тоже самопогибнут со всеми остальными. Но можно несколько дней позже, какая разница, несколько лет позже, если залезут в бункера, и все. То есть, вроде бы, с точки зрения нормальной логики, никаких, никакого смысла делать то, что они делают, нет. Но вы знаете, когда социальные паразиты, знаете, когда пиявка сосет кровь, там хоть польза есть, да? Она, ну, короче, еще много крови сосет уже, существо, от которого высасывает кровь, погибает. Так, социальные паразиты хуже пиявок. Почему? Они даже хуже рака. Я, в принципе, всегда сравнивал систему социальных паразитов с раковой опухоли. Когда и социальный организм можно рассмотреть, как живой организм, и если это правильно провести, действительно очень удобный пример. Почему? Потому что, не знаю, все ли знают, что в организме каждого человека раковые клетки появляются периодически. Но если иммунная система сильна, то эти раковые клетки, их несколько, очень быстро уничтожается иммунная система организма, и никаких раков у человека не появляется. То есть, у каждого живущего раковые клетки появляются. Но в силу того, что возникла проблема, когда организм не в состоянии уничтожить раковые клетки, которые появились, они начнут расти, и по мере роста, естественно, не нужно объяснять, что такое рак. Все слышали, знают, и, может, даже у кого-то близкие пострадали от него. Погибает быстрее или медленнее. Но мало того знает, что человек погибает при раке не от того, что рак убивает его, в прямом смысле слова. А рак убивает косвенно. То есть, как это значит? Что происходит? Допустим, если раковая клетка возникает, и раковый клеток возникает, то, в общем, организм производит 100% энергии для того, чтобы обеспечить функции всего организма. Когда раковый клеток появляется, начинает забирать на себя непрофессионально много. Сначала 10% потенциала гневного, потом 20, 30, 40 и так далее. И постепенно забирает все больше и больше, потому что раковый клеток растет. А на все остальные системы остается все меньше и меньше и меньше. А что это означает? Это означает, что все остальные органы, здоровые, нормальные, изначальные, которые были, должны работать на значительно меньшем потенциале. В режиме, так сказать, пригрузок они начинают работать, изнашивание, это очень быстро. И, в принципе, человек умирает от того, что его организм просто изнашивается полностью за счет того, что органы не получают достаточно сил и так далее, и так далее. Так вот, когда человек умирает от рака, погибает и рак в опухоли. То есть, разумности никакого нет, да? То есть, если бы сидел в несколько клеточек маленьких и не делились бы, то они бы просуществовали всю жизнь человеку, и мы все спокойненько. А вот когда они начнут расти бесконтрольно, захватывая все больше и больше и больше, привод к гибели и того, на ком они паразитируют, и самих себя уничтожают. Так вот, социальные паразиты, в принципе, тоже самая ситуация. Они уничтожают систему, которая их питает, и погибают, уничтожают сами себя тоже. Потому что то, что они делают, они тормозят развитие правильных направлений, знаний и т.д. В результате чего экология разрушается, все разрушается, и так далее. Навязывает, чтобы контролировать людей, допустим, фармакологию. Приводит к тому, что людей здорового становится все меньше и меньше. И, допустим, в России, так сказать, люди жалуются, что вот у нас плохая фармакология, недостаточно медикаментов и тому подобное. Я могу сказать, слава Богу, хотя Бога не верно, поговорка так. Я объясню почему. Допустим, в Соединенных Штатах, где медикаментов хватает для всех и вся, так, людей здоровых уже давно нет. И уже сейчас дети рождаются, уже от рождения, они уже больны практически всеми болезнями. То есть, казалось бы, мечта медицины 20-го, начала 20-го века, что вот если мы у нас, как медики говорили, если мы будем иметь качественные медикаменты и достаточно аппаратуру, то мы победим все болезни. К сожалению, больных стало не меньше, а гораздо больше. Поэтому самый забавный факт, то, что в Штатах, допустим, возникло новое движение. Люди прекращают принимать медикаменты полностью, отказываться от всех таблеток. Самое смешное, знаете, что, конечно, их проблемы, которые у них не были, не исчезают. Но они начинают все, начинают чувствовать себя гораздо лучше. То есть, о том, что прекращают принимать лекарства, люди чувствуют себя гораздо лучше, чем при приеме лекарства. Я помню, в одном фильме комедийном был такой сюжет забавный о рекламе, рекламе снотворного. Ну, я просто сразу по-русски говорю, чтобы это сказать. Суть такого, что вот это замечательные таблетки, если вы примете ее перед сном, то, возможно, возможно, вы будете спать, как ребенок. И так далее, и так далее. И утром проснетесь и тому подобное. И так далее, скороговоркой расписывают, скажем, побочные эффекты. Полосы применения этих снотворного. Может быть, потеря памяти, отказ почек, поджелудочные функции сердца, сосудов и так далее. Иногда смерть. И так быстро скороговорка, вот все перечень. Но, возможно, человек при нем, так далее, уснет. Возможно. Но то, что вот перечислил, получит стопроцентно. Но это можно бесконечно продолжать. Но суть в том, что социальный организм, который, в принципе, хотим или не хотим представить. Но социальный организм не как вот муравьи, муравейники, как вот у некоторых пытаются изобразить. А именно потому, что люди живут в социуме. И здесь это взаимодействие друг с другом. Это действительно единственный социальный организм. Так вот, социальный организм, он создается на чьих-то каких-то принципах. И принципы, которые навязаны социальными паразитами, ведут к самоуничтожению социума. Потому что, во-первых, они всегда уничтожали сильных людей, народа всего, каждого народа. Тем самым убивая, так сказать, людей, несущих альфа-генетик, так называемых. А остальных просто, кто не проявлял таких качеств, просто подчинялись своим действиям, заставляли их делать то, что им нужно. Поэтому ситуация такова, что сейчас мы дошли до ручки. Дальше уже идти некуда. В прямом и приносном смысле. И нужно менять принципиально социальную систему. В смысле, убирать социальных паразитов. Или же, как вот в случае с раковой опухолью, она просто добьет всех, включая самого себя. Вот поэтому, ну для того, чтобы действовать, нужно не вслепую махать кулаками или шашками, или чем-то другим. А грамотно действовать. И поэтому, вот в своей книге «Россия в крыльях» первый том, вот продолжая второй том, мы пытались показать. Действительно, как система, первый том, как действительно социальная система развивалась, как социальные паразиты возникали. Кто они, зачем, почему, какие цели ставят, что делают. Для того, чтобы была ясна картина, как говорится, как поговорка, не так страшен черт, как его молюет, правильно? Вот когда четко ясен, что есть черт, то кажется, что у черта нет рожек, хвоста и копыт. То он просто поразит. Поэтому, ну не значит, что он сразу то, что мы отбросили у него рога, копытые, хвост, то от этого он стал ангелом с крылышками. Конечно, нет. Но задача в том, чтобы именно, понимая, действовать, понимая, не допускать ошибок, которые были допущены уже ранее, когда пытались что-то делать и так далее. И главное то, чтобы действительно невозможно сделать рабом человека, если он имеет просветление знанием. То есть свободный, когда человек имеет просветление знания, он становится свободным. Да, его можно запереть в тюрьму, но если человек свободный, ему в тюрьме он останется свободным. То есть можно ограничить его движение, перемещение, но его внутреннюю свободу никто ограничить не сможет. А человек раб может быть рабом вне тюрьмы, но это не имеет сути. Так вот важно, чтобы мы смогли освободиться от рабства, от внутреннего и внешнего. А внешне рабство невозможно быть освобождением без того, чтобы мы не освободились от внутреннего рабства. Вот задача и моей книг, и выступления, встреча читателями, именно сказать о том, чтобы помочь людям разобраться и действительно освободиться от своего внутреннего рабства. Последняя часть нашего сегодня действия, это как обычно, когда я буду снимать блокировки и так далее, те, кто писал, могут подумать о своих близких и придет немножко работа на них тоже. Поэтому те, кто желает, естественно, должны настроиться на то, чтобы снять свои блокировки, которые у вас есть, если не есть. Кто не хочет, ничего не делайте, ничего с вами не происходит. Мне вас, так сказать, снимать или добавлять вам ничего не нужно, потому что мне это не стоит целью. И тогда, так сказать, подготовьтесь, несколько секунд даю на это. И кто желает, значит, просто подумайте. Я просто сниму то, что можно, и, кажется, многим это помогает. Кого-то скажется сразу, кого-то через некоторое время. Кому-то потребуется несколько раз, в зависимости от национальной системы. Все очень индивидуально, но, тем не менее, многим довольно-таки хорошо помогает. Так что, если готовы, так что заточьтесь сейчас немножко и начинайте это действие тех, кто хочет. Ну вот. Ну, видите, ни у кого рога не выросли, хвосты не отросли, да? И дальше тоже не выросли, так что не волнуйтесь. Вот. Это ответ на вопрос некоторые возникли. Такого в юморической форме некоторых. Вот. Так что, наблюдайте, так сказать, что к чему. Надеюсь, то, что дело помогло вам чем-то освободиться. И надеюсь, это дальше тоже будет помогать. И благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вы получили частично хотя бы ответы на вопросы. И желаю вам успеха в новом году. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.